Всем привет! В этом видео я хочу продолжить тему воздействия на человека и внедрения ему каких-то мыслеформ, мыслеобразов. И теперь же я хочу затронуть тему сна. Она как никогда актуальна. Я сегодня в очередной раз проснулся. У меня какая-то... Ну я чувствую в общем на теле какие-то подключки, какие-то чужеродные внедрения в очередной раз. Обычно я это... Каждое утро практически я убираю что-то. Уже, конечно, практика очищения, она очень быстро проходит. Но обычно подобные подключки, они сопровождаются какими-то снами. Ну вот из моего опыта, для меня, вот с какого вывода я пришел? Что такое сон? Вот сон это то же самое, что и чужеродные мысли, которые внедряются людям на ментальный план. То есть только тут ты в осознанности ходишь, там, не знаю, по улице, к тебе начинают лезть какие-то мыслеформы, мыслеобразы непонятного характера. И ты с ними как-то взаимодействуешь, либо их как-то выбираешь, очищаешь, убираешь каналы, через которые приходят эти мыслеформы, мыслеобразы. А во сне ты как бы засыпаешь и, по сути, тот контроль, он уже не полный. Ты уже не можешь так контролировать, как раньше. И осознанность где-то притупляется, потому что человек часто, на него могут так же влиять, и он может не отдавать себе отчета, что это все сон, может забыть, кто он, где он. Но вы понимаете, когда бывает во снах, видишь какую-то картину и так же с ней взаимодействуешь. И вот обычно, если на ментальный план попадает вот какая-то мыслеформы, мыслеобразы, мои, видимо, подсознания, мои какие-то планы, которые я во сне еще не могу контролировать, они начинают взаимодействовать с этими мыслеобразами, мыслеформами. Начинается вот эта такая тюрьма со снами, мне что-то снится там непонятное, и я обычно просыпаюсь и убираю подключки, и их обычно много. Когда нет снов у меня, никаких подключек нету. И для меня сон это не что-то там, вау, мне вот приснилось, а к чему это, кому-то там снятся потопы, кто-то там куда-то едет, пятое, десятое. И изредка бывает такое, что может быть вещь сон. У меня вот моей, моему близкому человеку часто через сон даются какие-то подсказки. Но я считаю это просто какая-то сущая, таким образом подкидывает информацию какую-то, может быть даже какие-то хранители темные, да, на каких-то грядущих событиях. Но в основе своей я вот на своем опыте могу сказать, что это просто накидывание на вентилятор, мыслеформы, мыслеобразов, фотогрегоров и сущей, просто чтобы накидать под ключик, чтобы человеком законтролить. Вот это очередная форма воздействия. Как я это прорабатываю? Ну обычно я утро начинаю со стакана кипяченой воды, пишу какие-то свои цели и начинаю делать проработку. Там 10-20 минут она у меня занимает, может быть 30, вот чтобы убрать вот это вот все ночное. Потому что мало того, на что, а как я прорабатываю? Я обычно расторгаю договора, убираю договора, на основании которых вот это вот все подлезло, да. Либо какие-то зацепки, используя которые, вот это вот все подлезло, я начал взаимодействовать и понаставили каких-то подключек. Вот, это первый момент. Другой момент, что бывает, когда в медитации, либо еще через какие-то практики ты прям, короче, нормально прям прочищаешься, очищаешь там прям вот все, что нужно. Оно отлетает, сущие поотлетели, все, ты ходишь прям в порядке. Потом тебе начинается снится сон, где тебе предлагают выполнить какие-то формы обязательств. Либо там, как у меня вот бывало, мне там говорят, Костя, сон снится, а до этого я проработался хорошо. Костя, тебе еще полтора года служить. А я говорю, блин, почему полтора года, я же уже служил, ну надо еще послужить. Я такой, оп, и как будто соглашаюсь во сне, типа, ну надо, так надо. Потом такой, оп, нет, нет, нет. И в итоге я проснулся, и потом вот эти проработал неосознанные согласия. И также во снах подсовывают неосознанные согласия. То есть, что такое неосознанные согласия? Это опять же договор, какая-то форма обязательств, где человек обязуется что-то выполнять. Только она формируется именно вот в таком ключе. Надо, чтобы человек согласился на что-то, на любое действие. То есть, ему дают конфету, ну на, возьми, на, возьми, ты говоришь, там, не хочу. Да возьми, ну ладно, беру, соглашаешься, договор заключается. То есть, еще таким образом влияет через сон на человека. И вот, если я не ошибаюсь, есть в буддизме такая, по-моему, семьёк на роб, что ли, называется. В общем, там есть йога сновидений. Как я понимаю, это йога, в которой человек уходит в такое вот пограничное состояние. Вроде это сон, но в то же время он себя там осознает и держит в контроле. Это вот как раз для этого, чтобы когда он проработался, очистился, чтобы потом вот это вот вновь не начало внедряться через сон, когда человек теряет осознанность. То есть, вы понимаете, тут система вообще хитра. Через своих персонажей, через какие-то разные технологии она пытается по-всякому влезть. То есть, она вот, это как вода, да, которую вылили на губку. Она вот пытается, пытается, пытается как-то подлезть через сон, пятыми, десятыми, какими-то уговорами, там, обманом, какой-то хитростью, всякими разными способами, она пытается просто влезть. Просто вот, такое наглое создание. Вот, но у него такая природа, у него такая задача, и она как бы с блеском ее выполняет. Вот, так что не будем на нее, а не думать о плохом. Вот, и это еще одна причина, почему необходима осознанность во сне. И вот, я обычно йогой осознанных сновидений, как там оно называется, я не занимаюсь пока. Может быть, я свой, попозже будет время. В основном, я просыпаюсь и начинаю убирать все, что я там когда-то назаключал, когда-то что-то мне подлезло, какие-то крючочки во сне. Вот, я убрал, там, 20-30 минут я это поделал, и все, у меня начинается день. И вот, я там делаю, себя в порядке чувствую. Там, ну, в течение дня что-то я выбираю. Плюс еще я много там делаю медитаций и других каких-то разных практик. Вот. Так что берите на вооружение. Кому-то это может быть полезно, потому что я думаю, что каждый из вас, потому что у меня раньше такое было, и сейчас бывает, но очень редко, что ты засыпаешь, тебе классно, просыпаешься паршиво, и ты думаешь, а какого вообще фига это произошло? Что может быть причиной? Негативные ситуации не происходили. Я просто спал, я отдыхал, и приснулся мне паршиво. Какого, блин, это вот, это вот оттуда. Это просто что-то подлезло, когда человек потерял осознанность, и все. Теперь вот с этим придется им походить. И я это записываю, вот эти видео, может, они часто несут какой-то негативный оттенок, да, для того, чтобы напугать, либо усложнить вам жизнь, а для того, чтобы вы задумались и поняли примерные механизмы, и начали что-то делать, что-то предпринимать, потому что дальше будет, дальше хуже, дальше будет хуже, еще будет сильнее она влазить, 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 и будет все пошивее, пошивее, пошивее становиться. Так что лучше сейчас понять, посмотреть, как с этим работают другие, и начать предпринимать шаги, чтобы отцепляться просто, и все. А почему говорим больше о трудностях? Ну, потому что сейчас такое время мы в непростое время живем, по сути, сансара и мир людей, это не место для отдыха. Это реально не место, куда вы пришли наслаждаться, валяться в раю и кайфовать. Вот. Ну, если, конечно, это не ваша наработанная, благостная карма, где-то там, в каких-то мирах. Если это так, если это благо вы себе наработали, да, вы можете отдыхать, вся жизнь у вас может пролететь, но только потом вы опять столкнетесь с трудностями. Поэтому, даже если вы себя хорошо чувствуете, лучше начинать пахать. Чувствуете, пашите, чувствуете, пашите. Тут надо пахать всегда, чтобы всегда с запасом была благость. Вот. На этом я буду заканчивать. Я рад, если это видео было кому-то полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего вам доброго.